Всем привет! С вами я, Анна Рерих, и это World Fashion Vlog, и сегодня мы занимаемся модной кастомизацией беленьких футболок вот таких. Но это такой процесс непростой, поэтому поддержите меня, пожалуйста, лайками, и давайте скорее начнем, потому что мне не терпится. Ну, в целом, кастомизация она везде, и кастомизирует как машины, так и предметы интерьера, но в первую очередь, конечно же, и чаще всего кастомизирует одежду. Но, что вспоминается лично мне в первую очередь, так это же дизайнерская кастомизация, например, кроссовки Dolce & Gabbana или вышивки на кардиганах и свитерах от Gucci. И, кстати, в этом смысле очень преуспели Levi's. Они не только кастомизируют сами удачно свою одежду, но и создают целые спецвыпуски о том, как самостоятельно ее кастомизировать. Кстати, мы их тоже посмотрели перед созданием этого видео. Ну, и в свою очередь сейчас мы вам покажем наши вариации раскрашивания, а именно стиля tie-dye, футболки вот такой вот беленькой, которая станет впоследствии цветной и прекрасной. Но это еще не все. У нас есть еще вторая футболка, и между нами даже есть третья, но это на всякий случай, если я что-нибудь испорчу. Вообще, у нас есть две футболки. Одну мы сделаем в стиле tie-dye, покрасим, а вторую кастомизируем вышивкой. Наверное, прямо где-нибудь у ворота. Или сделаем что-нибудь более интересное. Посмотрим. Понадобится нам не очень много вещей. Во-первых, и в самую главную очередь, это подстраховка в виде малярной пленки, чтобы защитить пол, защитить стены, защитить стол. В общем, то место ваше рабочее, на котором вы планируете делать окрашивание. Нам понадобятся акриловые краски по шелку, батик они называются. Мы просто выберем понравившиеся нам цвета и приступим к работе. Нам понадобятся баночки для разведения этой краски. И нам понадобится то, чем можно скрепить впоследствии футболку, которую мы покрасим. У меня это резинки для денег. Лучше бы были деньги. Зачем мне эти резинки? В общем, у меня есть резинки для денег, ими я буду скреплять футболку. Но вы можете перемотать ее также нитками. Возможно, даже получится лучше. Узнаем. Ну и, конечно же, нам потребуется вода и кисть. Вода, чтобы разводить краску, а кисть, чтобы наносить. Приступим? Начнем с того, что застелим стол малярной пленкой. Мы застелили и защитили нашу мебель. И теперь можем приступать к связыванию футболки. В интернете говорят, что новую футболку лучше всего сначала постирать, чтобы она ничем не была пропитана и краска лучше легла. Но я свою, если честно, не успела постирать, так что это у меня новенькая футболка, и если не получилось, виноват мне я. Первый способ сворачивания футболки – тай-дай. Кстати, название тай-дай – это и есть свежи и раскрасили. Вот мы сейчас планируем ее начать сворачивать. Все очень просто. Справится кто угодно. Сворачиваем футболку. Кстати, можно ее покрепче свернуть. Короче, ребята, это непросто. Я думала, будет гораздо проще. Пока наша футболка не сбежала, закрепляем ее. Закрепляем ее, в общем. Сворачиваем футболку так, чтобы она была плотненькая, плотненькая. Окей, вот что у нас получилось. Такой вот плотненький комочек. Отложим его пока в сторону. Соберем наши резинки для денег. Будем мыслить позитивно, и давайте представим, что эти резинки нам обязательно скоро пригодятся для денег. Возьмем две банки для краски, и посмотрим, чем же мы будем сегодня красить нашу футболку. Вообще, здорово было бы сначала задуматься о том, какие цвета вашей футболки пригодятся вам в вашем гардеробе. Я не могу определиться с цветом. Ладно, давайте яркое так яркое. Ну что ж, прощай, белая футболочка. Здравствуй, футболочка цветная. Я рекомендую сначала нанести замысловатый рисунок на футболку, скажем, вот так, разметить. А потом использовать как можно больше краски. Ну как я рекомендую? Рекомендуют люди в интернете. А мы с вами просто пытаемся повторить. Прелесть этой техники в том, что можно не бояться совершить ошибку. В любом случае футболка будет кастомизирована. Ну и это своего рода, конечно же, рулетка. Непонятно, что получится в конечном итоге. Я решила добавить черного и темного зеленого в центр, в сердцевину. Так, ну вот смотрите, мы намазали футболку сверху, но у меня есть ощущение, что внутри она не пропиталась. Подкинем монетку, будем обливать ее краской посильнее или нет? По идее надо, чтобы она прям сам мокрая была. Давайте рискнем и нальем еще немножко оранжевого в центр. Оп, должна сказать, что это достаточно умиротворяющий процесс. Не жалейте вот этих вот резиночек, иногда от них остаются прикольные белые полосы. Иногда нет, но посмотрим, в общем, как это будет в результате. Так мы оставляем нашу штучку на сутки, затем мы прогладим ее утюгом и только потом постираем. В общем, мне оказалось мало, и я решила, что мы покрасим еще одну футболку, но не тай-дай, а покрасим ее градиентом. То есть я просто намочу ее сначала горячей водой, потом отожму и опущу верхнюю часть в разведенную краску с водой. Посмотрим, что получится. Мы можем приступать ко второй нашей кастомизации футболки. Я намочила футболку в теплой воде, приготовила ее для градиентного окрашивания. Налила воды в мисочку и теперь добавлю краску. Очень красиво. Вообще разрыв. Там прям слоями лежит. Окей, надо ее размешать, наверное. Итак, опускаем нашу ткань. Вот так. Та-да-да-да-да-да! У меня такое чувство, что я что-то сейчас порчу. и чё теперь с этим делать и так сидеть сутки так ну окей мы ее обмакнули мне кажется уже можно оценить что рисунок достаточно прикольный теперь важно понять что мы будем делать с этим дальше в интернете ничего править не скажу отожмем лишнюю краску не забудьте надеть перчатки не будет темной так и разложим нашу футболку для того чтобы она сохла в таком положении пока наши две предыдущие футболки сушатся я займусь третьей и и мы тоже кастомизируем мы ее вышьем не нужно ничего для этого особенно покупать если у вас есть старая футболка простая и нитки обычные с иголкой их мы будем использовать чтобы лишний раз ничего не заказывать не бегать магазин иголки и нитки тут тоже стоит подумать о том зачем вы будете эту футболку носить если с джинсами то подойдет синие нитка но если с черными брюками то вполне подойдет черная в пинтересте очень много вариантов вышивок вы можете выбрать одно из них и сделать что-нибудь грандиозное но я выберу что-нибудь небольшое чтобы быстро добиться результата и показать его вам при этом стежок может быть неаккуратным и должен быть неаккуратным потому что эта кастомизация предполагает неряшливость небрежность и искренность никакого перфекционизма я выбираю черную нитку и обычную иголку мы в деле нитку в иголку но теперь у нас возникает вопрос что мы будем рисовать на нашей футболке лично я рисовать карандашом ничего не буду потому что я хочу знаете такой налет гранжа и вот той самой небрежности про которые мы говорили поэтому мой рисунок будет спонтанным выберите положение из разных вариантов сами как вам удобно ну а я приступлю к вышивке и потом покажу что получилось в общем первая буква у меня готова но я посмотрела на оборотную сторону и нам не понравилось даже больше поэтому следующую букву я буду вышивать другим стежком он будет даже более неряшливым кстати футболку тоже можно постирать если она новая прежде чем на ней что-то вышивать чтобы она не дала усадку и ваши пусть и небольшие но труды не пропали даром ну вот и все и моя кастомизация футболки с нашим названием world fashion channel завершена все можно теперь приступать к разглаживанию наших футболок тай-дай и так за ночь наши футболки высохли мне особенно нравятся градиентные но давайте посмотрим исторический момент как выглядит вторая знаете что хорошо этой технике невозможно что-либо испортить у вас все равно хоть что-то и да получилось офигеть это просто сумасшествие какое-то еще заплачем я никогда в жизни ничего не получалось сейчас эта футболка очень красивая мы ее отгладим постираем и посмотрим насколько это поменяется вообще рисунок должен быть слегка выцветший по ощущениям такой потертый подернутый временем поэтому посмотрим сейчас мы ее отгладим вау это реально очень круто чтобы рисунок схватился лучше нужно отгладить футболку мне кажется я нашла новое хобби несите ваши футболочки в общем по моему это тот самый случай когда результат превзошел мои ожидания когда я ее разворачивала я думала боже мой ничего не вышло но нет это просто сумасшествие ну а вы обязательно смотрите наш канал подписывайтесь ставьте лайки а также не забывайте читать статьи на нашем сайте они у нас очень даже интересные пока пока увидимся в следующем выпуске а